Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ «Время новостей» в студии прямого эфира Антон Хабиновский. Новый осознан перевод осуществляет мой коллега Дорин Андрасилов. Разделение территории ЖТСУ на две отдельные области – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе, отметил президент Касымжамар Такаев, прибывший сегодня с рабочим визитом в Алматинскую область. Глава государства встретился с активом региона. В рамках встречи были намечены приоритетные направления развития города Кунаев и области в целом. Тему продолжит Жандос Назарбаев. Президент прежде всего отметил, что область разделена на две части и регион имеет особое место для нашей страны. Отныне город Кунаев будет развиваться динамичными темпами. Для этого Алматинская область имеет большой экономический потенциал. Очень высокие инвестиционные возможности являются аграрно-индустриальным регионом. Однако есть вопросы, которые должны быть оперативно урегулированы. Один из самых актуальных – жилье. С начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникации. Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья. В регионе начнется массовое строительство административных зданий, жилых домов, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта. Появятся санаторно-курортные зоны. Областной центр нужно развивать как умный город с чистой экологией, пригодный для жизни. Новому областному центру нужен новый генплан. Кроме того, президент отметил, что Алматинская область является одними из самых густонаселённых регионов. И здесь важно развивать инфраструктуру образования и медицины. По моему поручению, реализуется национальный проект по модернизации здравоохранения села. В рамках этого в регионе в течение трёх лет будут построены 38 лечебных учреждений. Однако этого недостаточно. Сейчас жители области часто едут в Алматы, чтобы обратиться к врачу. Поэтому остро ощущается дефицит учреждений здравоохранения. Но возможности города не безграничны. Как известно, медицинская инфраструктура города перегружена. Акимат области должен внимательно изучить, где и сколько лечебных учреждений необходимо. Затем правительство примет конкретные меры. В Алматинской области функционируют 52 трёхсменные школы. В целях решения данного вопроса в регионе в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 39 образовательных учреждений. По словам президента, для решения этой проблемы необходимо привлечение частных инвесторов. Также он предложил идею создания академического городка в Кунаеве. Немало стран, создавших инновационный центр при крупных городах, пусть правительство представит конкретные предложения по этому вопросу до Нового года. Конечно, понятно, что молодёжь хочет учиться и работать в таком крупном городе, как Алматы. Но я думаю, что Кунаев был бы очень удобным городом для студентов. Здесь достаточно земли для строительства общежития. Аренда квартиры тоже недорогая. Компетентное министерство должно рассмотреть вопрос открытия в городе Кунаеве Алматинского отделения высших учебных заведений и колледжей. Также необходимо продумать вопрос открытия нового современного университета. Президент отдельно остановился на вопросах развития энергетики, дорог и агропромышленного комплекса. Проблемы в данных сферах будут решены, что позволит региону успешно развиваться. Но для этого необходимо обновить инфраструктуру. В области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Гейт-Сити, возводимого между городами Алматы и Кунаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу. Если инвестиции поступают из-за рубежа в область, нужно смело давать соответствующие преференции. В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алма-Ате по периметру Бакат, что существенно поможет экономике области. Касымжом Артокаев в завершении встречи вручил государственные награды ряду граждан, работающих в различных сферах. Один из них – Куаныш Каиржанулы, работник Кунаевского городского отдела по ЧАЭС. Для него сегодня исторический день. Из рук главы государства он получил медаль «Ирлега-Ушин». Уважаемый Касымжом Арт Кемелевич, эта награда воспринимается мной не только как личная, но и в целом высокая оценка работы всей спасательной службы Казахстана. Несмотря на то, что наша служба незаметна в обществе, является одной из самых востребованных. Совсем недавно казахстанцы увидели, с чем сталкиваются ежедневно спасатели во время тушения пожаров в Кустанайской области. Вы и сами присутствовали в ликвидации пожара и дали высокую оценку работе спасателей. Ваше поручение о повышении заработной платы спасательным службам – огромное внимание и забота о работниках нашей структуры. В свою очередь мы готовы и дальше продолжать трудиться во благо страны. В рамках визита в регион глава государства возложил цветы к памятнику Дуннухамеда Кунаева, осмотрел достопримечательности города, встретился с жителями и представителями различных общественных объединений Алматинской области. Шандос Назарбаев при поддержке или радиокомплекса президента. Тех, кто постоянно работает в экстремальных условиях, рискуя жизнью спасателей, с профессиональным праздником поздравил президент Республики Казахстан. В поздравительном обращении Касымжи Мартакаев особо подчеркнул, что их труд заслуживает самой высокой оценки, поскольку ежедневно они спасают тысячи жизней, защищают материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз. Глава государства выразил уверенность, что и впредь спасатели продолжат исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу. Дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Спасателя Республики Казахстан. Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности. Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб. Во время стихийных и техногенных бедствий, повседневных критических ситуациях, на вас возлагается большая ответственность. Желаю успехов в вашей непростой работе и благополучия вашим семьям. День создания службы по чрезвычайным ситуациям отметили в Ильиском районе. На торжественном мероприятии сотрудники системы экстренного реагирования были отмечены грамотами и благодарственными письмами. В праздничной встрече также приняли участие ветераны отрасли и молодые кадеты. Подробнее расскажет наш корреспондент. За годы независимости службы ЧАЭС прошли большой путь становления и развития. Благодаря доблестной работе спасателей и пожарных удалось предотвратить немало трагедий и спасти жизни сотен человек. Сегодня их чествовали в административном центре Ильисского района, поселке Утигенбатар. Первым с поздравительной речью выступил Аким энергетического сельского округа Канат Рахимов. Он поблагодарил сотрудников ЧАЭС за их самоотверженный труд и пожелал успехов на службе. Далее участников праздника ждало специальное поздравление от юных спасателей и воспитанников кадетских классов. «Хотелось бы отметить, что у нас на территории Ильисского района Аматинской области первый по всей республике в 2019 году был создан кадетский класс. На сегодняшний день таких классов уже три на территории Ильисского района. 82 у нас ученика обучается. И вот как показывает практика, этот проект он себя оправдал. Дети активно занимаются творческой деятельностью, как сегодня мы видели. Это и играют на дамбре, и изучают боевые приемы, различные пения, сочиняют стихи». Стоит отметить, что юных спасателей, пожарных и полицейских обучают на базе средней школы номер 7. Отличие кадетских классов от обычных заключается в дополнительных дисциплинах, наличии специальной формы, эмблемы и кодекса чести. Как отмечают классные руководители, сейчас в рядах кадетов обучаются молодые люди, которые в будущем будут служить своей стране на гражданском и военном поприще. В честь праздника юные спасатели подготовили яркую концертную программу. В кадетском классе, кроме обычных занятий, мы обучаемся владению оружием и специальной техникой, а также другими интересными вещами. Мне нравится. Я выбрал профессию пожарного и в будущем хочу служить в этой сфере. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения. Благодарственными письмами от Акима района и области был отмечен личный состав районного отдела по ЧС. Также не забыли поблагодарить преподавателей и руководителей кадетских классов за их вклад в будущую систему чрезвычайного реагирования. ОБСЕ направит на выборы в Казахстан 330 наблюдателей. С главой миссии ОБСЕ встретился председатель Центра избиркома Казахстана Нурлан Абдиров. Он рассказал об особенностях и продолжительности основных этапов избирательной кампании, представил итоги выдвижения кандидатов в президенты, а также отметил, что в настоящее время завершается этап регистрации кандидатов в президенты Республики Казахстан. На встрече было отмечено о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека направит на предстоящие выборы в Казахстан 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей. 31 коллекторская кампания закрылась в Казахстане с начала 2022 года. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка обновило реестр зарегистрированных коллекторских агентств. В списке числятся 300 компаний, десятая часть которых уже не функционирует. Всем организациям, получивших уведомления об исключении из реестра, запрещается вести профильную деятельность. Под запрет попадают заключения новых договоров о взыскании задолженности, подписания новых соглашений, содержащих условия перехода права по договорам банковского займа, а также о предоставлении микрокредита коллекторскому агентству. Все больше детей подвергаются инфекционным заболеваниям. Сейчас, начиная с новорожденного возраста, у детей и подростков обостряются грипп и кишечные инфекции. К примеру, только в Кунаевскую городскую больницу ежедневно обращаются за медицинской помощью порядка 200 родителей с детьми. Ее доставили на скорой в больницу. Сейчас вместе с малышкой она находится в медицинском учреждении областного центра. Был сильный кашель. Потом на скорой нас забрали, сделали снимок легких и разместили в одной из палат. Вот уже шестой день. Врачи очень внимательно относятся. Спасибо им за это. Сказали, что не выпустят нас, пока не убедятся, что мы полностью выздоровели. Все больше появляются случаев заболевания гриппа. Так, с октября зарегистрировано около 1800 больных. Из них более половины – дети. По мере увеличения числа пациентов, работа педиатров становится все более напряженной. Они принимают около двух сотен детей в день. По словам специалиста, в этот период родителям необходимо приложить усилия для укрепления иммунитета своих детей и профилактики заболеваний. В детских садах, в школах часто болеют. В связи с этим, как проявляются первые симптомы заболевания, просим вас сразу же обратиться за помощью к доктору и выполнять все рекомендации, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения. Повышение температуры тела, понос, рвота и слабость. При обнаружении у детей перечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачам. Врачи-инфекционисты говорят, что это кишечная инфекция. Сейчас такие симптомы часто регистрируются у детей и воспитанников детского сада. Каждый третий ребенок страдает этим заболеванием. Медики призывают к своевременному лечению, даже если это естественное явление в осеннее время. Моя рекомендация родителям – это научиться давать ребенку побольше воды. Пить больше рекомендуется даже взрослым. Из-за недостатка жидкости у ребенка появляется слабость. Не забывать проветривать дом, исследовать инструкциям врачей и не заниматься самолечением. Укрепление иммунитета – основа здорового человека. Врачи отмечают, что с наступлением прохладного времени года иммунитет человека ослабевает. Поэтому именно в этот период необходимо пить много витаминов, правильно питаться и употреблять натуральные фрукты. Также в целях защиты от инфекционных заболеваний рекомендуется соблюдать личную гигиену и носить маски в общественных местах. В Сатпаеве днем неизвестный выстрелил в молодого человека на глазах прохожих. Пострадавший доставлен в областную многопрофильную больницу города Жисказгана. Как выяснилось, в результате огнестрельного ранения у мужчины повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине в области между лопатками. На данный момент, по словам врачей, состояние пациента стабильное. По предварительной версии, перед торговым центром Улытау Мол между молодыми людьми произошла ссора, которая переросла в драку. В результате один из участников выстрелил 24-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались молодые люди 18 и 20 лет. Сообщается, что один из задержанных дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Во Франции наблюдается 30-градусная жара, несвойственная этому времени года. Погода в Тулузе нынешней осенью похожа скорее на разгар летнего сезона. Люди отдыхают, наслаждаясь солнцем и морем. Местные жители радуются столь мягкой осени. В то же время эксперты обеспокоены и связывают аномальную жару с глобальным потеплением планеты. По словам синоптиков, причиной высоких температур этой осенью стали теплые воздушные массы, идущие с северо-запада Африки. Волна осенней жары охватит Западную Европу вплоть до Великобритании. В результате беспорядков, которые начались во время манифестаций в честь годовщины начала массовых протестов в Чили, пострадали не менее 28 человек. В столице Сантьяго протестующие забрасывали камнями полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ и водометы. По оценкам правоохранительных органов. Возобновить протесты против новой конституции пришли около 700 человек. Стоит напомнить, что первые демонстрации недовольства населения Чили начались еще в 2019 году, после того, как стоимость проезда в метро выросла в среднем на 30 песо. Но, по словам министра внутренних дел Мануэля Мансальвье, протестующие вышли на улицы не для того, чтобы отметить годовщину, не для борьбы за какое-то дело, они вышли совершать преступления. Япония сократила число курильщиков на 38%. Использование принципов концепции снижения вреда позволило одной из самых курящих стран мира добиться в борьбе с курением впечатляющих результатов. В частности, это переход на альтернативные, менее вредные продукты потребления табака и высокие штрафы за курение в неположенных местах. В стране поручили распространение устройства нагревания табака, которые стали вытеснять обычные сигареты. Использование альтернативных продуктов без горения привело к снижению числа домашних пожаров. Резко сократилось число заболеваний, связанных с курением, в том числе и снижение количества госпитализаций по заболеваниям легких. Такая политика властей привела к тому, что часть населения и вовсе отказались от табака. Таким был день сегодняшних глазами наших корреспондентов. А мы с вами прощаемся. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин